все ребят скоро стрим у вас должен начаться все ребят скоро стрим у вас Был на стриме Ну, надо привыкнуть На самом деле, просто И так все будет нормально Ждем сетку, короче Так, Блай играет с кем-то Бьян присутствует в сетке Лай, всю Блай, ага Ага Ну что же, к Блаю напрашиваемся Блай, ага Так 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 Как это ГМЛ Кстати говоря Что самое интересное Американский ГМЛ, конечно Ну, тем не менее Бьянс 410 в ГМЛ Тут в американском Смуты, лаппили пили Солы Смотрите, в американском ГМЛ Тут сортов и всякие Прикольно Что Здорово всем, пацаны Еще раз Все, ребят Блай против Иесло Торли Я не знаю Кто это такой Ну, Варди Тут вот три, по-моему С самого начала А, нет Этот Раундбой 1 Вру Здорово всем Пойду водички нальет Узнаете ли После день рождения Сушничок присутствует Сушничок присутствует Сушничок присутствует И есть мандаресы. И есть мандарес. И есть мандарина с Марса. 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 И есть мандарина. И есть мандарина с Марса. 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 Продолжает. Блайв там самит пушить. И сейчас самое интересно. Еще роучи идут. Линги делается. Муф лингом уже готов. Минус танчики Блай заходят, это изи 2.0 для Блая короче Спики, активировал премиум на ваш канал Спасибо Спайк Первый раз за сегодня мужик заговорил О, Паша что-то ожидает Что там Паша ожидает? А, Брэк Эгэ это брейкинг БКГ это китайский зерк брейкинг Кстати, неплохой зерк я вам скажу Паша с ними Минусick Бит Зеркниться Субтитры сделал DimaTorzok Помни, с прошедшим тебя. Всего самого хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Китайского зерга. Поболеем сейчас за паштета. Поболеем за паштет, потом, может быть, к Блайе успеем ворваться. Я не знаю, будет там... А, еще не сыграли. Seed and the Wild Game там играют. Ну, Паша тут с... Breaking, потом сразу пациент. Patience. Как бы сетка такая опасная очень, я бы сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово всем на Твиче, на Эскаду Ативи. Здорово, Култи. Что-то частенько стал захаживать. Ну, 17-го хата, газ, пулу, китайца. Подкопилось минеральцев уже сейчас сразу же, конечно... Ну, зергу нужно к появлению хата и пула 400 минералов иметь для того, чтобы 2 королевы заказать. И муф, соточка еще минералов. Ну и соточка газа. Соточки газа как раз-таки сейчас нет, а вот минералы-то уже были. Вот сейчас будет соточка, это газа. Пошел муф. Снимаются дроны сразу с газа. Один только остался. Два идут на вторую базу. А, ПМчик. Серьезный. У Паши аж 350 средний. Нифига, Паша там клацает просто. Ну, что ж, посмотрим, как Паша готов биться с такими пацанами, как Брейкинг. Кстати, он, как я уже в тысячный раз скажу, неплохо очень китайский зерпа. Так, вот Паша рипером летает, бомбит гранаточками. Ничего не убил пока вообще. Девять дронов там заказано. Ну, по дронам сейчас вперед выйдет. Зерп сейчас. Вот, задержка 20 секунд, помните, есть ли смысл сейчас играть. Я бы сказал так, если игра понравится, если нравится, как бы, то есть смысл играть именно трениться, чтобы на ВЦСы всякие стараться проходить. Тем более, в турнирах что-то, как бы, вроде, вроде только, ну, призовые только увеличиваются везде. И типа ВЕЗГО всякие темы появились, на которых можно мочить. Ну, а если так, как бы. Так, проверяет браток. Спалил, что третий хат, а здесь почему-то только... А, вот он, гелик, вышел, второй пить позже. Летят новенькие мулы, цеха третья заказана. Так, давай, что-то грипп скаю глянуть. Так, два бункера браток ставят. Здесь у нас... Так, ВР есть. Либератор, раскладывается дронов, начинает бомбить. Три дрона забомбил браток, ну, хоть что-то забомбил. Здесь 1-1 делается, цеха третья готова. Леком, СБУ, привет. Не, на кипбетике ставочки нет. Во-первых, призовой маловат. Во-вторых... Во-вторых, такой важный момент, что здесь игры-то, ну, у них нет определенного времени старта. Поэтому, как бы... Поэтому, как бы, непонятно, как пилить. Может, на полуфинал, и там финал, вот. Сейчас я скину сетку, попрошу, может быть, и запилить что-нибудь. Так, ну, тут тоже 1-1. Тут все тиранжовые игры, это и раучи реводжера. Паша, так, гелики здесь все остались. Продакшн био. Продакшн био начинается. Барак 3 пока работает. Учитывая, что уже третья цеха перелетела. По-моему, Паше надо уже подумать о расширении этого продакшена. И не из 3-х бараков штамповать юнитов, а с 5-ти и более уже начинать. Здесь армори доделываю. Сейчас 2-2 можно будет заказывать. Еще плюс 2 барака, да, пошло. 1-1 ГРДЕ здесь, Депошечка. Стеночку, браток, делать. Какой-то марик. Вон марики на муви все идут, я чуть не понимаю. Так, загружают, бро, полетают. А, здесь на муви все идет. Паша, что ты творишь вообще? Это, походу, пацаны хотели в медивак сесть, да не сели. По итогу никуда они. Так, нужно мародеров уже начинать штамповать. Здесь разгрузочка на 4 базе идет. Надо вылечить мародера мариков. Щиты заказаны. 2-2, Паша, заказывай. 2-2 даже раньше, чем у брейкинга у этого заказано. Ох, как хорошо минка бомбит. И по оверу тут бомбанул, браток. Надо отступить назад сейчас. Не вижу смысла. Я лезь сюда, надо. Зачем на этих роуч-то лезь? Надо отойти, взять прирост и третью базу уже лететь. Отбивать просто и все. Так, у братка больше лимит. Так, у братка больше лимита. Давайте сейчас потеряем депохи все в этой стенке, чтобы этот брейкинг просто пробил из-за соплай-блока в итоге, братка. Так, отходит Паша под танчик. Фаерболы полетели на танчик. Но не хватило фаербола в брейкинг. Смотрите, танк здесь ДПСа просто навалил дико. 157-117. У братка соплай-блок сейчас будет. Нужно депохи строить. Куда-то пошло био все, короче. Отдаваться. Да что ж такое-то, а? Темпач, браток, на рабочих выводить уже. Ну что-то на муви тут все едет. Вот в итоге результат. Сзади либератор раскладывает с фаербол по либератору. Пошел одного только от фаерболил реводжера. Это минут, браток. Ну, кривоват контроль был. Сюда марики на муви ушли. Здесь наотдавались. ГГ, Паша пишет. Вторую игру ждем. Печаль полная, короче. Так, ну что, вторую ждем от Паша игру. Продолжение следует. Так, что-то брейкинг куда-то вышел. Зашел, вышел. Ну что, Паша против брейкинга. Вторая игра. Поехали. Нет, здесь нолик. А вот здесь единичка. На самом деле... Ну, слушай, ДПшечку сюда. Ну, как-то браток кривовато законтролил последнюю игру. В последней игре вот в этой часть на муви слилась юнитов. 2-2 не слился, танчик как-то там слил. Ну, брейкинг этот и корейцев иногда шатал. Некоторых даже, насколько я помню. Братка, барак, газ пошел. То есть, рипер, цсрщикой бил здесь. Кстати, надо глянуть, что у нас там сегодня вечером. Есть ли там какие-нибудь турниры-то вечером у нас сегодня. Саркапы там, что-то еще. Завтра флэш Женя Дон будет мочить. А в среду ГСЛ, да? Да. Интересная группа такая. На каком видео нет финала Леск? Была же на запись же на... Вконтакте. Пристройка завершена. Спасибо, Акса, с прошедшим день рождения. Поздравления, ребят. Плюсаните, пожалуйста, видео я там в чатике скинул. Вот. Это Веск плюс АСЛ вчерашний. Чтоб он там на главного попал. Три криптумора сразу же пошло. Три криптумора от брейкинга. Офигеть, он быстро крип будет распространять здесь. Но зато инъекций здесь пока не будет. На второй базе. Рипер улетает. Все, лингов уже мув есть. Но рипер ушел. Линги не туда бегут. Линги ушли на Ксилнагу. Здесь постепенно стеночку браток начинает напиливать. Не желательно бы это побыстрее делать. Так, инженерка одна пока у братка. Через одну стиль инженерку получается у него это будет. Еще один марик выйдет. Сколько их? 14 штук. Дробщики уже сейчас будут. На 14 туда лететь. Либо ждать еще двух мариков. Ну, Паш не ждет. Ничего, полетел сразу же. Овер висит по... А, оверсму, кстати говоря. И линг Ксилнагу контролит. Короче, здесь ничего особо. Точнее, не то, что дробь не скрытно выдвигается сейчас. Совсем не скрытно. Но это не значит, что он ничего не сможет сделать, этот дробь. Потому что здесь еще и рипер ждет его. И тут роучи-то всего 6 штук у оппонента братка. На самом деле. То есть, можно и разваливать. Заходить, как мне кажется. Гранатчику рипер кидает. Ну, вот те же роучи уже много реально вышло. И надо улететь бы по ходу дела. Ну, вот если третий медивак прилетит, то есть шанс что-то сделать на самом деле. Здесь цеха заказана перед стенкой. Убивает брата ковера. А КСМ-ку зачем убил? Свою же. Я что-то не понял. Как это ж маленькие КСМ-ку убили. Как она погибла-то здесь? Ковер, что ли, говном задавил ее? Тушит своей. Нет, конечно. Странный момент. Так, еще один реактор под еще один барак делается. Либо этот реактор будет на факте минки строить. Я даже не знаю, что он будет делать реактор. Щитов нет. Щиты почти одновременно с плюс один делаются. Тут 29 секунд. До щитов остается. И здесь там 30 секунд с небольшим до плюс один грейда. И можно будет идти шатать. Надо сканить, выбивать крип здесь. Роток идет вперед. Да можно было этот криптумор тоже выбить. Не знаю, что Паш побоялся сейчас. Даже я, если честно. 1-1 делается у китайцев. Лэйра еще нет. Здесь пошла орбиталочка третья. Факталабу. Да, здесь второй реактор под барак. Там щиты готовы у мариков. Все готово. Скан. Можно овера заминусовать. Маша минус не овера. Роучи, если без мула вперед. Браток летит на мейн. Буста нету на медивак. Марики, кстати, настимленные. Еще тут прилетают сразу. А вот кончился стим, когда летели как раз. Так. Королеву зашатал. Ну, это игра для братка как-то прям получше, чем предыдущие. Такое ощущение у меня началось уже. Не стал минусовать, пытаться. Улетает. Паша что-то один медивак забыл. Чего он остался-то здесь? Я чуть не понимаю. Да не через... Королеву же отвади, Паша. Ушел медивак, слава богу. Можно прям под овера все дропнуть. Забрать его было бы, как мне показалось. Сплэшом накрыло только СМ-ку. Я, конечно, понимаю, что браток топчик все-таки. Но не настолько топчик, чтобы у него маленькие сплэшем били. Так, отступает браток. Брейкинга 170, Паша 109. Как-то он не готов, по-моему, биться в лоб сейчас совсем. С Сыргом-то. Есть у него один танчик сейчас. Но его надо выводить срочно сюда. 117, 117, 117, 173 по лимитам. Смотрите просто. Танк, сич. Какой там фаербулы по танчику? Куда пошли? Танчика желательно было бы прикрывать. Паш не прикрывал. Отступает назад, немножечко подкатил. КСМ-ок надо брать уже вперед. Берет Паш КСМ-очек. Сзади подходят еще марики. Фаербулы падают, все новые-новые. 18 КСМ-ок слиты. Уже похоже на 2-0. В пользу брейкина, конечно, это все очень сильно. Как-то враток здесь не может отмазиться нормально просто. Быстрее, чем зерк. Причем в прошлой игре ситуация была даже лучше. По игрой дамы, по всем параметрам. Здесь же как-то все очень непонятно сложилось. Так, танчик есть за стеночкой. Один полетели мулы новые. Зато медиваков у Паши 10 штук. Это жесть еще какая-то, только медиваков. Фаербулы пошли на танк. Да, 3-4 фаербулы на танчик. Марики стимленные, конечно, больно бомбят здесь всех этих реводжеров. Но что-то брейкинг продолжает давить сейчас. Медивайки враток отводят еще дальше. Есть ли шанс здесь отбиться? Вот даже, честно говоря, я не знаю. Фаербулчики новые падают. Это новый танк Блиц какой-то подъезжает слишком. Танчик Сич. Выбивается инженерка. Если армор у братка армора есть, и есть даже одна инженерка на мейне, можно атаку вторую, например, заказать. Кстати, Паша отбился здесь, но какие перспективы? Хороший вопрос, какие здесь перспективы. Давай, Паша, не лезь туда-то только, ё-моё. Танк близко к реводжерам. Здесь засиджился. Черт побери. Второй где-то вдалеке. Второй вообще куда-нибудь там атакуют. Под танком драться-то надо, конечно. Сходит, Паша, как можно дальше. Сейчас назад. Вот надо первый танк спереди, во второй сзади надо их вровень раскладывать, чтобы два он пришёл, а не зафаерболил бы все, например, за раз там 80 на 160 по лимиту. Сейчас уже и продакшн кончится. А здесь четвёртая уже хата, там 66 дронов, как бы всё это вперёд идёт. 2-2 у китайца доделалось, пока браток здесь ползает. А у братка только вторая атака заказана. Вот и изначально надо было здесь ещё танчик поставить тоже. Смотрите, у него овера нет. Если бы здесь стоял танк, он бы шмалял и смалял. Ток-ток, оверсир появился. Так, Сеха. Фаерболл не убивает брейкинг танк на хг, а здесь танчик убивает гг. Паша. Печалька. Печалька. Блая против Сида. Сюда-то мы и ворвёмся. Печалька. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добро 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 Королева успешно создана. Спасибо, бара-браво, как день рождения отметили. Ну так, нормально. Моему корешу даже впулили штраф за переход дороги. ДПСники обиженные. Мы ставили на перекрестке, там еще красный на зеленый не сменился. Он пошел, до него докопались. Он начал бычить с ними принципиально. Там знакомый был у кореша ДПСник еще. Кто из нашей компании. А так, может быть, и в ментовку съездили бы все куда-нибудь, если бы ПЭПСов они вызвали бы. Но это уже история совершенно другая, ребят. Извините, общаюсь. Мне пишет мой старый друг, одноклассник ВКонтакте. Я ему отписал. Да и вообще такое, самочувствие не из лучших. Ну все, наконец, праздники закончились. Потому что для меня праздники в Новый год кончаются на моем день рождения, как бы, в общем-то. Ну и посмотрите, что происходит. Блай набегает лингами наверх на третий Нексус. Отменяет пилон. Нексус пытается сменить адепты с глефами. Уже Блай не надо лингов сливать нафиг. И что творишь-то вообще? Так, тут адепты что-то туда-сюда ходят. Вперед они пошли, что ли? Шесть оверов у Блай еще заказ. Где-то он овера потерял. Не знаю, где он там его потерял. Но где-то потерял. Так, ну-ка, кстати, адептов желательно бы словить бы на муве где-нибудь там вдалеке. И сейчас Сит телепортирует. Ой, как неудачно Сит телепортирует. Если бы Блай встретить этих адептов не помешало бы, получше бы, конечно. Ну и так Блай им прием теплый оказывает, как вы видите. Три всего адепт. Четыре выживатели портируются на третью базу. Нужно идти в налом. Сейчас Блай 28. Говорю, Роучи доведи вперед. Здесь линги уже отобьют. Что Блай творить вообще? Не понятно. Миллиард Роучи улынет, как бы, не идет вперед вообще ничем. Миллиард Роучи улыбается. Просто там ДТП какое-то было на этом перекрестке. Они там стояли. Уже вечер был. Короче, принципиальных они урубили. Вот, собственно, и все. Плюс кореш моих. Залут сам у них, типа. Менту говорит, там в машине, что ты там, обиделся сильно? Ну не так, конечно. Короче, 250 рублей заплатят. В общем-то, и всего. Как визуально с Глебом и отличить адептов? Быстрее они бьют. По-другому никак. Изменения этот грейд никаких не вносит в юниты. Вот тоже у меня, кстати говоря, идея какая появилась. Допустим, для того, что если в Старкрафт, допустим, фритоплейный был, что продавать можно было? Можно было бы делать под каждый грейд. Например, там первую, вторую атаку. Визуализацию, там оружие какого-нибудь, там, узелка, нож, там, приколись. Там такой, такой на третьей атаке, вот этого цвета такого синего, ну, жесткий, типа, стал. Прикольно бы было бы. Так, приходит Блайк. Ой, бедные линги. Имморфл там топчится. Проносит там филдок поставил, как будто на него 200 лимита наломилось вообще там. Забежало 20 лингов. Так, есть линги, приходит тоже. Роучи реводжеров у Блая уже на 140 лимит. Блайк-то Сида, смотрю, здесь должен проблевать в этой игре. Он обязан его проблевать. Все эти лейеры, я не знаю, почему Блай... Почему Блайк не добавил этот... Давайте в 17-м году Мазеркор будем корейцу фаерболить пытаться на муве. Почему мутку не добавил, странно даже. Но Блайк здесь пробью. Так, здесь 4 адепта заходят с призма, 6 адепт заходят с призма. И Блайк ничего, кроме как бежать 7 назад, не придумал сейчас более грамотного. Королева падает, но Королева затанчила дэмэджи много. Ну сейчас Блайк добегается, пока Сид Лимит Боевой хороший построит. И уже ничего не продавит. Может не продавить. Чё Блайк стоит-то, я не понимаю. Сидарху, наиморх нужен. Ну давить же надо его. Ну чё Блайк бегает-то туда-сюда, я не понимаю. Ну стоп. Так, заходит Блайк, чё, он с ХГ решил наломиться, что ли? Болит газ с ХГ. Мутка пошла. Блайк решил, что не надо ломиться. С другой стороны, может, типа Блайк надёжнее, хочет играть. Но преимущество-то гигантское было, я даже не знаю. Сид, вот сейчас вперёд пошёл. Что у него здесь вообще есть? Ничего у него нету. Мутка, это, конечно, интересно, но как будет эту всю хрень Блайк в лоб убивать, я даже не знаю, если честно. Чаш плюс один, опять Блайк принимает бой, контактирует с Сидом. Фаербольщики кидает, фаербольщики не заходят. Идёт Сид вперёд. Вот туда ждался, Блайк. Сейчас мутку не даст свищануться просто. Сид ему, к примеру. Вот здесь вообще проход не закрыт даже у Сида, что самое интересное. Один линк тут на халде стоит, Блайк, однако он, кажется, отжал Архончика здесь. Так, тихо. Месторождение минералов выработано. Войска роя атакованы. Войска роя атакованы. Спасибо, маньяк. Блая 200 лимита, ребятки. Без мутки. Вот, как бы пройти? Мутки сколько? 4 муталиска. Где они? Вот они летают. Призму ловили. До 200 лимита. Блайд идет вперед. Бейлинги без муну. Бейлинги медленно, но верно идут. Вперед доходит. Слай файр буллет. Филды пробивает. Там покатухи скоро будут тоже готовы. Кстати, почему рейнджовый грейдблай не хочет сделать еще атаку? Тоже я не понимаю. Здесь уже вторая делается. 4 муталиска залетает. Там пилон на 4 базе. Блайд начинает убивать. Причем это медленный пилон. Обратите внимание. Что самое интересное. Файр больщики от влая очень плотненько так ложатся. Но сит увернулся от всех сейчас. Еще 46 лингов влая делает. Блин, у сита жирный такой микс стал уже здесь. Так, там чинлинги сзади здесь у влая бегают. Так, 4 муталиска. Да, тут полетали, постевали. Блая наламывается. Короче, развалился Блай в хлам. Здесь довар пойдут у сита. Своевременный, я бы сказал. Вон, смотрите, какая куча юнитов. Ой-ой-ой, Блай заходит. Неплохо здесь он зашел в бейлингем в какой-то момент. Но Блай умудряется развалиться при этом всем. То есть, как бы, нахрен Блай ждал все это время. Чтобы вот я так и думал, что вот такая хрень может случиться. В итоге она и случилась у Блая. Коготь плюс 1 на воздух. Ну, в Грейтер Спайр нужно выходить, видимо, Блая сейчас. Попытался Блай забрать Мазеркор, Мазеркор не забрал. Есть вот уязвимые места на мейнина, второй базе он. На газе здесь, да, уязвимые пробки. Глейвом может мутку убить пробок этих даже. Есть новые-новые бейлинги. У сита плюс 3. Так, заходит Блай, тут пробок в бейлинги врываются. Неплохой такой врыв, но у сита лимит такой же, как у Блая практически. То есть, нужно ли Блая драться с этой армией? Тем более, если у сита есть шторм, а у него есть шторм, может вообще больно быть. Там у нас Грейтер Спайр попер, но Караптора есть вообще? Нету Караптора, ну, Блая, кстати, ресурсов миллион вообще. И Блая при этом ничего не заказывает, что самое интересное. В этом проходе Сиду невыгодно будет драться. Блай видит, что Сид с одного направления тут заходит армией. Здесь пошел за место. Так, бейлинги варкончиков врываются, вот что там врываются. Аккуратнее, Блая, быть фаерболами, Блай, там пытается накрыть Сида. Фаерболить надо бы призму сейчас. Призму отфа... Ё-моё, Сид разорвал просто в мясо, Блай сейчас, просто в мясо. И Карапторы, посмотрите, есть шпиль, а Карапторов нет просто сейчас. И это очень печально. То, что сейчас происходит, потому что это минус Блай, я так думаю. Блай просто не успевает. Если бы у него были вовремя Карапторы добавлены, у него бы уже бруды давно бы морфились. И с девятью брудами, может быть, какие-то шансы были бы. Отсюда надо дронов вот сюда просто увезти сейчас, Блая, попытаться было. Он этого тоже вовремя не успевает делать. Карапторы летят, вообще не понять, куда они летят сейчас. Прямо на муве мимо Сида здесь. Роущей строится много новых, но брудов зато у Блая немного делается. Сида армит, Блай пытается кайтить. Ну, сталкеры уже на мейн проходят, бруды появляются новые. Ну, Сида идет уже их убивать, как вы видите. Сейчас ручков там Блай зашатал пару штук. 104-106. Не, ну, у Блая есть шансы определенные здесь брудами, да, как бы втащить, попытаться. Роущей плюс бруды здесь бьются. Лингов заказывает Блай. Сталкер очень много у Сида. Доварпливается новых. Заходит Сид на рампу. Ну, здесь брудлинги везде есть. Так. Блай улетает на муви, даже не кидает брудами брудлингов сейчас. Кстати, смотрите-ка, Блай здесь выгодно дерется, нужно отметить. Что он пошел? Да мимо брудов что он идет, Блай боится, не понимаю. Да, арп еще сталкеров идет, 115-80. Нет, сталкеров слишком много Сид варпит сейчас. А они заходят наверх слишком хорошо. Короче, такую игру отдать просто. 160 на 115 там Блая было по лимитам. Ну, просто роущер-ревиджерами пойди убей этого бомжа. Нет, Блай, короче, что-то тянул-тянул и дотянул в итоге, что просто проиграл. Хотя лимит тут сейчас равный стал. Даже у Блая добыча на дальних базах есть, но бруда 2 всего. А на 2 бруда, там 4 сталкера даже этих будет достаточно. Вот в чем прикол. Они с тремя атаками, они бруду в хлам расковыривают просто. Блай там мут какую-то строит, непонятно, что там вообще Блай строит. Короче, все-таки Сид пробивает, Блая. А прикиньте, караптеры вовремя были бы сделаны. Теперь будет несколько минут по ходу Блай еще не сдаваться. Типа, есть шансы здесь какие-то. Шансов уже нет никаких. Здесь у Блая, это факт. Ну, что Мейн упадет со всеми технологичными зданиями, со всеми зданиями для продакшена сейчас. И, очевидно, здесь ничего не сделать уже будет. Ну, мутки пытаются Блай тут полетать, конечно. Мазер Шип Кор, кстати говоря, Блай зафокусил. Ну, я не знаю, может быть, если Блай у него хотя бы было мутки сколько, чтобы он в размен мог пойти, так ее нету просто. Вот в чем прикол. Но нас ждет еще вторая игра точно. Блай так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! 1-0 сид Блай проигрывает Proxy Hata не играет, вулына не идет Это уже хорошо Закрою окно, ребят, что холодно стало нафиг Так, сейчас, ребят, на секунду гляну сетку, как там дела обстоят Все, к третьему туру идет, офигеть состав, конечно, тут просто великолепный, ничего не скажешь Так, а кто у Блай дальше по сетке, если он, допустим, выиграет Су, су же, на побеждал он там что-то там всех Если Блай победит Я думаю, что если сид победит, я попрошу его инвайтнуть, короче Следующую игру здесь Везде уверены, куча криво лингов была, прибежали сюда У него есть шесть лингов, здесь один сталкер Все, у Сида на данный момент И можно, кстати, неплохо ворваться, как мне кажется На этого сталкера сейчас было бы Что-то Блай туда-сюда бегает Адепт мимо кассы идет Успел линк пробочку докусать здесь Ну, сталкер убьет всех лингов Блай видит, что глефы будут у Сида Четыре пробки на пять лингов Это выгодный размен, это безусловно вообще И ставят суровую Это не элегантно или какие-то Это адепты вообще С семи гитов, например Семь гитов Семь гитов совсем, что ли Так, два адепта от Сида зашло Что они убили? Четыре дрона, шесть лингов Погибли, Блай принял этих адептов Четыре дрона, это нормально Роуч Ворон готов здесь у Блая Уже, ну, Роучи он пока не стоит Сейчас семь заказано Уж не улын ли это какой-то опять Сида телепортируется на Кселмагу Блай встречает адептов Глеф, что негодил, лишь три секунды И отдает до готовности Глеф Сейчас просто Сида адептов своих Фактически две штуки Блай забегает, проходит Нет ничего, посмотрите Прорывается Блай на халяву На Мэн здесь Ну, надо пробками Сида Законтролить Блай с газа забирает Одну пробочку сейчас Вторую пока не забрать Привет, Кайт Эм Линка бегает Все-все-все Рабочих уже Так, вы видите, что Блай три рабочих делал Блай три спорки заказывает Да, Блай заказывает три спорки А что Блай боится дарков, что ли? Нахрен ему спорки Здесь адепты одни вообще Я чуть не понимаю Роучи идут вперед Видит Сид Роучи Да, Сид сейчас Роучи спалил Призма летит вперед Здесь три адепта на Третью у вас заходят Призма летит на Мэн И Блай Лингов Вперед вызывает Сейчас Строится Эммортал Робо сейчас будет уничтожено Блай им скорее всего Надо пилон бы на месте Блая подрезал Вообще как бы Да пилон шатай Или робот сам может Пытается робо пробить Блай Робота пробьет Да и Морфу в тыл выйти Правда Но он один всего здесь И можно прорываться Через этого Эммортала Вперед Так Больше оверчажа У Сида не будет Блай Роучами Минусует МА Блай начинает Крошить пробок С Н3 Тут вообще ДПС Не вносит Практически В это время Сидка же контрадептами Врыв делает Но Так Робок что-то Сид миллион Выводится Если он дронов Блай слишком много убьет Блай может просто Не справиться Здесь С атакой Надо реводжеров морфить Блай Роучи Нельзя терять Ни в коем случае Реводжеров морф Из них Что Блай делает Вообще сейчас Сир Мда Блай сейчас умудрится Еще эту игру отдать Хотя нет Пробочки на Мэне Падают 22 на 27 По рабам Сейчас ситуация Блай принимает Бой лингами Против сталкеров Два сталкера Еще Сиду на Мэне Подрезает Здесь новые линги Подходят Пробки под ударом Надо было Сталкеров Прикрывать В итоге Не Это минус Сид Все таки Если Блай отдался Здесь Это вообще Было бы Нелепо Конечно Мув Роучи Блай делает Здесь призма Еще летает Надо Дронов На вторую базу Привезти Надо Роучи Заказать Блай Сейчас Какое-то Количество Блай Разводит Сиды Там На филды Пытается Пробку Подрезать Не подрезал Ничего Так 79-35 Если бы Здесь Блай Из этих Роучи Реводжеров Мурфил Был бы Атаковал Он уже Убил Почему Реводжер Это Как вторая Жизнь Для Роучи Роуч Уже Почти Погибает У него Там Красное ХП Ты Мурфиш Реводжера И Получается Новенький Юнит То есть Прикиньте Как бы А в атаке Это Лучше И не Придумать То есть Если Пишет Ничего Сделать Не Может Там 1-1 Молодец Блай Да нет Такого Мертвеца Надо Пробревать Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Так Инвайтед Блай Гумихус Ну Дали На Кибетске Ребят Матч Кому Интересно На Кибетске Будут давать Матчи Некоторые На этот Турнир Лайф Бани Смотрите Вот Ребят Кому Интересно Там Некоторые Матчи Сетки Будут Даваться Вот Так Что Можете Хрена себе А что У нас Такой Коэффициент Вообще На Гумиху 287 Пошутили Что Лечит Не Понимаю Что За Прикол Вообще Это Что Значит Ну Не знаю Следите Короче По Моему Это Изи Просто На Гумиху Надо Пилить Все Тау Бабец Подержал Ваш Канал На Суму 100 Рублей И Сообщает Хорошо Выгляш После Выходных Выгляш Спасибо За Обец Все Потому Что Я В Рубашечке Суму Лем И Стрижей Макс 15 Су 27 Железненьким Вот У меня Было Вчера День Рождения Крич Спасибо Тебе За Поддержку Спасибо Всем За Поддержку А Рубашка Между прочим Приехала Вместе Со мной Из Кельна С ВЦГ 2008 То есть Ей уже Почти 10 лет Офигеть Прошло Понял Местник А что за общий чат В Старкрафте Что ли Или где это было Все Ребят Праздники Наконец-то Окончены Для меня День рождения Кончился Стримлю Как в марафоне Стараюсь Побольше Стримить Между прочим Скоро Второй марафон Будет Когда-то В конце Вроде Января Майкер Грил Миша Я не знаю Пока еще Не принял решение Участвовать Или в нем Или не Участвовать И надо Посмотреть Что там Будет За правила Вообще Так Опять Твайлайт У Сида Не играет Он еще Другого Опять Глефы Что ли Будут Ну Наверно Да Подбустил Сталкера Сейчас Сид Ну Все Это Минус Овер Что Блайк Куда Он Полетел Я не Понимаю Думаешь Что Тут Овер Есть Шанс Уйти Что Ли Ну Это Овер Есть Шанс Уйти Но Нужно Уходить На Мейн Получается Да Не У него Нет Шанс Минус Адептов Плюс Два Гейта Поперло Спасибо Буму Трактор Сексуалити Уже С прошедшим Вчера Было Но В любом Случше Спасибо За Поздравления Пацаны Понял Цедим Улика Я много Еще Могу Ты Убабец Подержал Ваш Канал На Суму 100 Рублей И Сообщает Помис Днюх Здоровья Тебе Всем Близким Удачи Бобла Немерено Бобла Спасибо Тебе Большой Чтуб Лага Кторо Учур Он Здесь Тайминг Кривой По-моему Такое У меня Складывается Если Адепт Вперед Попрут Успеет Блайда Заказаться Вообще Адепты Прут Вперед Сейчас Линги Забегают Ну Хорошо Блайд Сейчас Задержал Сталкер Минус Ну Вместе С Адептом Всех Причем Добивал Именно Сталкер Так Есть У меня Там Вконтакте Еще Документал Много Крутых Про Анатолия Лебедя Про Летчиков Испытателей Вот Сейчас Про Королева Кстати Говоря Надо Посмотреть Будет Я еще Не смотрел Вышел От Роскосмоса День Рождения Королева Сергея Павловича Про Станцию Восток Так Заходит Блай Подрезает Пилуна Идет Прессинг Здесь Два Оракула У его Оппонента Есть Блай Заходит Уже В Адепс Начинает Крошить Что-то Блай Залез Уверчаж Демеджа Выносит Просто До хренища Короче Пороучим Сейчас Блай Уходит Из рейнджа Уверчажа Сейчас Роучим Своими Ну и Кстати Говоря Крошит Блай Здесь По чуть-чуть Линги В Адепту Убивают Блай Уже Пилуна Начал Грызть Там На Второй Базе Пилун Не догрыз А До вар Пошел Адептов Еще Два Оракула У Сида Появляли У Сида Два Старгейта Да У Сида Два Старгейта Блай Гидроден Уже Здесь Напиливают Прибегают Линги Падают Чуть-чуть Роучим Блай Отменил Все Пилуны Если Блай Выпиливает Некто Для него Это Очень Хороший Момент Будет Так Оракулы Врубили Дэмэдж Нет Блай Ничего Не Выпиливают Здесь Грелка Появилась И Сида Как-то Слишком Много По-моему Элемента Остается Но С Гидрой Можно Попытаться Что-то Сделать Но Здесь Адепты Глефа Здесь Оракулы Которые По бонусам По Гидре Бьют Как бы По Гидрой 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 Скинул в чатик ещё документалку про Анатолия Лебедя, как кому интересная такая тема, смотрите, очень крутая, крутой фильм, но ещё более крутой мужик это был. Так, вся девять, вся два лимита вообще равные практически. Ревелейш какую-то зелёную усилищу, он зелёный-то какой-то. Ну да, зелёный какой-то. Он же беленький вся был раньше. Так, ставят адепты статисные ловушки сейчас. А чё это он взорвал сам ловушку? Ну, один из пробок тогда погибло у Протуса. Оп. Пришёл Блай, всё, на 20 секунд задерживается Пуша тут. Линго, вперёд, проведи Блай, ну что-то как Лунтик-то, ё-моё, да неужели не вкуривает Блай, что там ещё будет такая тема? Такое провалище сейчас произошло, это просто что-то, ребят. Просто Блай выпиливает Протс из-за статисной ловушки сейчас в хламищу просто. Не надо Лунтиком быть, надо послать просто Линго вперёд и всё равно, он ловушку... Вот первая, ладно, бомбанула, но на вторую-то там пошли Линго ему, у него Амаз Оракулы были. Здесь дроны ставили, не добывали вообще, Блай возвращается назад, потому что без мода геймхартовского создана карта, поэтому и не показывают эти пробочки. Протсу плюс два доделывается, Блай по нулям, Брэй, да и сейчас. Конечно же, это всё не на руку со всем Блай, врываются зелки в гидру, через пилды проходит сюда сид, архончики затанкуют, фаербулы падают, Оракулы делают на лом сейчас, гидра просто выпиливается, хлам вся, зелки прыгают ещё раз, но если бы Блай как-то имел чуть больше роучи в этом замесе, может у него что-то и получилось, но так походу сид Блая выпиливают сейчас, к сожалению. Так, тут 49, 230, там с чем-то. Блая, прилетаю от Аптиоракулу. Блая, вообще нет гидры теперь в этом миксе. Без гидры больно очень будет. Блая, зато Роучи Рейлдерами покайтить немножечко можно. По Фаерболить, а Грелку кто выбилет? Грелку выбилет, возможно, может Королева. Так, давай, еще Делков идет. Лимит боевой почти одинаковый. Блая много, конечно, Роучи в дозакат здесь. По Фаерболу, говоришь, тоже неплохо ложатся там по сталкерам, по всему. Иммортал танкует, Иммортал, Блай, вкуснее Иммортал. Покусить два Иммортала подрезает. Ну, что Архоны добираются до тела зерговских юнитов. И Архоны это минусуют вообще жестко с флешем своим. Роучи новенькие подходы, 22-106. Сзади Роучи там Архуна выпилили. Сяд на 100 по лимиту. Нет, к сожалению, казалось, что шансы есть в начале боя. Углая, но все-таки чуть-чуть не хватает ему, к сожалению. Давай, по тебе хорошее. Гэ-гэ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, на Корею надо идти. Просто Азию надо. Продолжение следует... Подписывайтесь на премиум, ну и поддержите по реквизитам в описании или через плеер. На кипбейтики на некоторые матчи ставочки пилятся. Упсид меня добавил, отлично. Наверное, на полуфинал и финал пильнут. До двух, конечно, побед. Ждем Су. Су приходит. Ну, тут с какой-то стадии вообще, походу, одни корейцы будут. Так что... Походу, на Азию можно уже будет перебираться, в общем-то, целиком и полностью. Единственное, Снут там с гумиху бьется. Сейчас и все. Ну вот сейчас посмотрим, как Су будет с Сидом играть. Так. Кстати, кстати. Сейчас позвоню домой, а быстренько, ребят, погодите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я еще позвоню, кое-куда, ребята, и буду с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я здесь, ребят. Что-то Сидсу долго очень щеркаю. Спасибо, Хелби. Прикольная музыка играет такая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, оп, и Су меня добавил, чтобы в будущем я смог прыгать нормально. Отлично, ребятки. Ну все, Су против Сида, ребят, поперли. Только что Сид Блая выиграл 2-1. По-моему, Блая обязан был выигрывать, но... Как-то сегодня не удалось, как говорится. Музыка очень плохая была. А я пока телефон на зарядоз поставлю. Ну а теперь посмотрим, как Су корейский заглубится с Сидом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, Акерыч. Ну что, Сид против Су. У Сида, между прочим, команда. Команда, в которой сортов. Все матчи идут одновременно, ребят, в этом турнире. Но полуфинал и финал по очереди. Я, насколько помню. Мы как раз медленно, но верно, к этой стадии им приближаемся. Су бьется против Сида. Пейшнс там... Так, Пейшнс разваливает брейкинга. Тру его дальше ждет уже. Возможно, Пейшнс будет Су играть. Су с Сида одолеет здесь. А Смут, возможно, с Бьяном будет биться. Я к Сигляну бы Смут, Бьян тоже. Это все четверть финала, да, получается? Смут, Бьян, да, это четверть финала. Конечно, тут вообще с четверть финала можно уже все матчи по озере проводить, но это слишком долго-то будет, как бы... Поэтому так не делают. Так. Группу ВКонтакте. Ступай, PH, нейтрал. Вот. Группе ВКонтакте выкладываю я все воды. Если на ГГ-плеере вод выложен, то его нужно посмотреть за 30 дней, иначе он удалится через 30 дней, как бы, ну, автоматически. На гудгеймовском плеере, которое... Это где рестрим? Такие вот, как этот турнир, где я из игры стримлю, и официальный стример, я выкладываю всегда на YouTube. И там все есть в записи, кстати говоря. Вот. Кстати, обещал я реппаки, запилить надо с ГГ года будет выложить. Я на днях выложу, короче. Сегодня-завтра, я думаю. Сегодня навряд ли, потому что что-то у меня после дня рождения. Головюшка помаливает еще. И не хочу я лишний раз напрягаться. С недавних пор жену бабка можешь называть. Хе-хе, прикольно. У меня такое, видимо, будет еще лет через 20-25. Ну, тебя поздравляю, деда, тоже. Ну, у меня еще... Мой дедушка, вот, в деревню, кстати, отстримлю в среду, наверное, на ГСЛ, и в среду вечером, либо в четверг, там, с утра в деревню, по-моему, давно уже не был там. Особенно, когда снег у нас выпал много, кайфово там очень в лес сходить. Следы видны зверей, да и зверей можно встретить тоже. Один раз ласку даже видел я как-то там. Так, ну, Кусу пытается давить, вот, как давит Су, ребят, посмотрите, ой, какие фа... Бедные адепты их просто изничтожили. Здесь два стальгейта не успевают, просто у Сида тупо достроиться, и я боюсь, что Сиду... Хотя, вот, если здесь он успеет грелок поднапилить... Не, ну, каким надо быть тормозом, чтобы Кайдет в такой кушни грелок строить, а рапку вообще. Здоровый верчаж восстанавливает Сид. Нужно было побыстрее, на самом деле, выставлять этот верчаж, как мне показалось. На медленный... Вот, на этот пилон медленный варп, начиная с пятому адепты варп, Сейчас просто полгода, оверчаж еще на дальний пилон Сид уставляет. Какие оракулы, грелки здесь нужны были. Сколько, кстати, грелка в секунду строится? Ненамного дольше 36-ти, но... Оракулы, что, они сейчас дэмэдж включат, и все. А грелку бы разогрев напилил, сейчас бы они роучи унижали. Просто эти грелки у Су на муви-дроны, тут прирост, припорс, чайный, ГГ, Сид пишет, 1-0. Су повел. Фейкс, бро. Брат Су добавил. Корейский брат. Старкрафтер. Прыгаю в игру еще раз. А вы, ребят, помните, прошу поддерживать надо меня и мой канал. А я буду для вас стримить все данные турниры. Так, Смут, я не знаю, к нам доиграли или нет. Солвард скином бьется. Тру с Пейшенсом, да, Пейшенс Брейкинг, кстати, карту взял, Пейшенсом, молодец. Пейшенс Тру, все вы помните, эпичные, которые в играх года еще были. Солвард скином бьется. Солвард скином бьется. Солвард скинг. Субтитры сделал DimaTorzok 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 На 2-3 выстрела осталось, поэтому убьется этот овер Да, минус овер Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Так, заходят адептосы Нескона Ну что за трупа? Кому-ка иллюзиями долететь Прямо до сюда остановил их здесь Ну, Сид, ну, братан, еще, блин У меня, кстати, поставлено У меня все поставлено Здесь и 2-го Старкрафта и Брудвара играются Так, аааа Вот это что за билд? Это подземный мув первый И вот это даааа Вот это Сун Выдает приколов Ваншотятся пробки просто на изящах 45-49 На вторую базу ползут Сид понимает, что, блин Черт побери Куда роучи-то вырвался, я не понимаю Черт побери, надо строить пилон Чтоб больше роучи не заползал Да, абсолютно верное решение Здесь у нас грелка добавляется Ну что, отступил частью роуча И 55 дронов у него уже А, монитор надо повернуть Маленько, угол изменить Чтобы видно мало этого гуся Сонного Тогда мне надо сесть под правильным углом тоже Встречаются у адептов Они с муми уже роучи имею ввиду Здесь камни пробиты Адепты мимо телепортируют Сейчас роучи-ми еще нагонят этих адептов 4.2, конечно, скорость против 3.5 адептов Даже быстрее, чем сталкера 4.13 они бегают Ну буквально на чуть-чуть Ну буквально на чуть-чуть Быстрее роучи бегают, чем сталкер Так, здесь эммортал, первые две грелки Я не знаю, зачем су пришел Вообще здесь с грелками сит Отобьется легко Так, эммортал что-то тут порезет Неужели сит не видит? Сит вообще ни хрена не видит, по-моему Сейчас минус эммортал сразу же Будет и все Нет, все нормально Камни пробиты Разогрев грелочками пошел Одного роучи спалил Остальные все ушли А роучи с подземным умом это Так, откуда зашли эти свармхосты, кстати говоря Семнадцать гидралов сразу же делает Вот они, свармхосты Семнадцать гидралов сразу же делает Ну так, газ пушатали лопусты, получается Здесь обязательно Вот когда подземный мув Добавь просто, да, а то он все Будет нормально Просто добавляет Так, ну тут с вами касты Плюс роучи, плюс гидралов Кусты на вторую полетят сейчас И на лун в лоб Одновременно Сто одиннадцать двести По лимиту Блая, конечно Такого превосходства не было По лимиту Но в первой игре У него было там Сто семьдесят на сто пятнадцать Скажи Сидов, скажем Например Так, ну просто на муве Юнит, который мог перевернуть Эту биту Даже один Просто нормально Залп дай сейчас Тут такой Можно откусить Кусок было бы Но на муве, конечно же Сливая от сиди стабилизатора Сейчас почему суперестал давить Я чуть не понимаю Вот двести лимитов Здесь адепты Прилетели Призма Призма минус То есть из-за адептов Просто всю армию назад Уведен Дестабилизаторы Начали появляться И ты мог убить Просто до дестабилизаторов Чё суто делает Чуть не понимаю Та хрен назад Пошёл Бред какой-то Так, ну две группы Одна на третью заходит Группа Со стороны СО Сплит просто царский Как будто Как будто Тиранчик СУ Сплитанулся сейчас Ещё один дестабилизатор Есть Ну опять Сплитится Ну вот раз побольше Конечно выбил Дестабилизатор Но Абсолютно недостаточно Чтоб что-то изменить В этой игре ГГ пишет Ситсу Изи 2.0 Неёт Снук Гумиху 1.1 Труп АЦМ, кстати говоря. Так, на американский сервер зайдём обратно. Добавил субтитры. Так, кстати, надо Пашу было добавить. А, Паша у меня есть. Паша добавлен. Варди в игре. Какой там варди игре? Я хз вообще. Надо бы глянуть. О, снуд гумиху варди на стриме. Отлично. Здорово, Валерий Ускроу. Здорово всем. Добавил субтитры. Так, ну, снуд больше рабочих гумиху в мех играет. Нифигасе гумиху дают. Сейчас, ребят, через минутку подойду. Погодите. Сейчас возьмем текст. Правильно. Погодите, ребят. Сейчас на секунду отлучусь. И уже живет. Погодите, ребят, всё. Погодите, ребят. Погодите с ним. Павел, это получается. Погодите. Погодите, ребят, прощатся. Погодите. Ром instagram. Погодите. Продолжение следует... 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 Так, пошел пуш, 118.77 по лимиту, Пэйсенс не успевает, ну никак он не успевает добавить здесь дестабилизаторов, ничего такого, хотя робобей будет через несколько секунд, сейчас эморку первой будет, пошли пара филдов сейчас, но тройка, ну даже рампу, если было бы полностью рампу перегреть, Пэйсенс продержался бы некоторое время, но полностью рампу перегреть, перегородить нет филдов, так, здесь ринги потверли, фаербула минус пилон, это 2-0 в пользу тру, ребятки, хорош, хорош, Так, секундочку, звоню. Алло. Так, все, я здесь. Убегай, Пэйсенс пишет, видишь, там подходит, тут все понятно было уж на самом деле. Вот, так. Там, Гуми ходишь со снудом бьются, вот это да, до сих пор они бьются со снудом. Ну, СУС трубу, это ЗВЗ как-то не очень интересно, как мне кажется. Чуть тут Гуми ху прям отсек, короче. Снута, не дает Снуту занять базу последнюю, его с Ксилнаги вот здесь вот. Ну, Снуту лопусту прыгает вперед, подбревают один танк, второй, вычинивается. Ну, эти луксты эффективные, луксты бесплатные. Батлы, батлы, ребят, ой, как приятно. Мех просто все троечки и батлы. Ядерка пошла. Ну, а че, батлы, вайпер есть у Снута? Есть вайпер. А че батлы? Ну, Киприлетел, кинул, ямак тебя вытянули, надо телепортироваться назад. Нужно ждать, пока КД пройдет ТП. Короче, да, то есть батлы, раз, раз, как вот эти скиллы будут закулдауниться, все они смогут вылетать и яматить, например, как бы, пробовать. Так, груды плюс локусы, свармхасты идут вперед. Кумихо тут дистанс майнинг зумутовского минералов делает. А почему бы и нет? Меньше Снуту достанется, если он в будущем выбит, тут все. Ой, локусы прыгают, бой. Замес гидра вперед поперлась. Че-то очень много гидры у Снута. Ну, там танчики у Гумиху есть. Шесть корабторов, Плюс Снут заказывают. Лингов нужно много Снуту делать. Снут уже положил гумиху. Так, смут в тыл гумиху забегает, сейчас всеми юнитами своими. А че смут байкс-то? Столько гидры дофига. Ну, короче, смут че-то не на рампу не зашел. Сейчас мог что смут сделать? Зайти, убить гумиху просто здесь вот в атаке. А у гумиху уже 5 или 6 батлов, смотрите, они прилетают. И просто хайв с Ямато ушатывают. Вот это да. Снут остается без хайва, королеву унизили. 3-3 батлкрузеры, жесть вообще. Вот это красота. А смут идёт в размен гумиху, да? Смотрите, смут идёт гумиху в размен. Так, заходит локус. Да мэйн, надо идти продакшн, убить гумиху просто. Чё смут боится, почему он боится пойти и убить мэйн ему. Вот, наконец, смут сообразил, что надо идти. Сейчас просто соплай блоку гумиху даже будет его. Гумиху разворачиваются, смут это видит, понимаешь, что на бой принимать. Ну я думаю, что гумиху разложат. Так, кто там под столом сидит такой, а? Шерстяной. Телепортируется с моей ногу мюху батлами. Смотрите, просто жесть. Чё они в этой игре? Это топчик игра просто, реально. Была. Ну я в других был игрок. Ну а чё? Так, лайв бани убил, лайв импак дальше будет. Умнички, бетики, ставочки запиливаются. На некоторые матчи. Рога только две. Ну, смут 138, гумиху 182, ребят. Так, импакт, лайв начался. Да, игра, интересно. Опа. Последний замес, финальный. Сейчас бы я пропустил. Лайв импакт, наверное, началась. Да, игра. Пошёл вперёд у нас с бумеху. Ну, пустые прыгают, их выпиливают, батлы. Плюс наземные юниты, холбаты, танчики там есть. Ну всё, гумиху сейчас дожмёт. Ну то, короче, уже. Гумиху сейчас. Гумиху сейчас. Гумиху. Так, на кариеве я пошёл. 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 Всё, ребят, я здесь прыгаю. Так, на кариеве я пошёл. Так, на кариеве. Так, на кариеве. Так, на кариеве я пошёл. Ну что, Бьянчик про Гумихо. Кто-то тиранов заказывал. Вот, пожалуйста, вам сразу два. Это четверть финал получается. Лайф играет с импактом. Победитель будет с Бьяном Гумихо брать. Снизу Сутру. Солар Кин. Такие дела. Чет ТВТ финал может быть. Если Лайф импакта, например, убьёт. Так, да, там полуфинал ТВТ будет в этой части сетки. Другой сетки ХЗ. Другой ЗВЗ, кстати, может быть. А может быть там и Кинг всех убьёт, например. Да, может ТВТ финал быть даже. Посмотрим, что будет. Так, интересно у Бьяна здесь. Здесь идёт КСМ-ка. А это прокси Старпорт будет. Что же ещё может это быть? Достраивается у Бьяна факта. Здесь второй Рипер заказан. В факте, что циклон будет или что. Сначала Старпорт. А нет, сначала циклон, а потом Старпорт. Пошёл. Силнаги оба свои занимают. Да, Старпорт пошёл. Здесь факта реактора ЦЦ Хоугумихла. Пошёл. Пошёл. ТАК, Бьян подларил Рипера Гумиху сейчас. Ну, тот ушёл. Тот ушёл. Прилетает два рипера, выпиливают КСМ. Он циклон приехал. Так, здесь тоже циклон подъехал. Короче, Бьян убил циклон Гумихо, но Марики смогли циклон убить. Бьяновский рипер Гелик приезжает сейчас. Здесь четыре Марика уже, ё-моё, куда им-то. Рипер Гелик, конечно, быки, но Марики не согласны. У них есть автоматы. И они без боя не сдадутся здесь, это точно. В это время Либератор подстраивается прям в наглую. На мейн залетает Бьян. Гумихо заходит, три Марика умудрился на Либератора и слить. Ещё четыре КСМ-ки он подрезал, этот Либератор. В это время Банша делается у Бьяна. И Викинг, а нахрен ему Викинг-то. А, ну Викинг он, чтобы принимать в итоге агрессию всю. Так, он выпиливает с Мариками Лабу. Бьян сразу всё отменяется, так уж он домой полетел. Вред, терабайт три тысячи, спасибо за прошедшее день рождения. Поздравления, спасибо всем, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну подропался, чё-то похарасил здесь немножечко Гумиху. Сейчас будет дроп на мейн. Вообще как-то у Бьяны, я бы сказал, здесь не очень-то хорошая ситуация в этой игре. Сканит Гумиху, летит всё вперёд. Марик дропается первым. Сзади танк и циклон. Как по Марикам плотно прилетает сейчас, конечно, от Гумиху танк. Это вообще жесть. По Марикам было долбить. Ну, шесть КСМ-ок слил Бьяну Гумиху. И посмотрите на лимит, вообще всё плохо. Бьяна в этой игре. Я думаю, что Гумиху даже дожмёт, скорее всего, его. Старкот только, только реактор строит, только-только здесь. Будет сейчас что-то делаться. Гумиху облетает. Танчик вот сюда дропнет с Мариками. И будет харасить минеральную линию с этого направления. Неплохой залпец по КСМ-кам. Реактор, если бы отменил Бьяну Гумиху, вообще было бы замечательно. Но не отменил, в общем-то. Так, здесь ещё медиваки строятся. Один есть, Марики стоят на мейн. Ничего не планируется, нет, ничего не планируется дропаться. Интересно, Бьян боится, короче, добывать, а Гумиху сложил уже танк. Это, смотрите, просто готов улететь отсюда. Прикольно, Гумиху. Максимально долго подблочил. Умно очень сыграл. Так, ещё два медивака валят. Бьяна щиты доделываются, кстати, вот. У Гумиху уже есть щиты. Тоже у него, кстати, две лавы было. Стим примерно одновременно. Будь пока оба без стима, но со щитами такая ситуация получается. Пошёл дропчик. Прямо на вторую базу со стороны Гумиху. Танчика законтролить надо. Стиму Гумиху раньше, чем у Бьяна. Чё-то ГГ, ребятки. Это просто ГГ. Ждём вторую игру. Чё-то Гумиху хоть сегодня серьёзно настроен, я вам скажу. Импакт Life 1-1. Солар Кейн убил. ЗВЗ будет в нижнем полуфинале. С утру, потому что победитель с Соларом будет биться. Значит, с верхней сетки Тиран обязан выходить. Потому что иначе что у нас? ЗВЗ, что ли? Смотреть в финале. Ну пусть Уэйт Импакта Лайву убьёт. Но Гумиху пусть убивает Импакта тогда. Я посмотрел бы Мех, если бы Гумиху ещё проиграет. Гумиху будет с крутым Зергом играть ещё. Помимо Снута. Было бы прикольно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Гумиху решил, что... Введя 1-0, можно бы игру закончить побыстрее. Вот что он делает сейчас. У Бьяна, между прочим, разведки нет. Два или три барика это будет. Скорее всего, три, я думаю, барика это будет. А у Бьяна здесь два сверхранних газа, при этом... Ой-ой-ой, то есть Бьян тут... Правда, факта ранее будет с другой стороны. То есть Циклон будет ранее достаточно у Бьяна. Так, готов первый Рипер. У Бьяна тоже Рипер готов. У Бьяна прекрасно видит Рипера Гумиху. Сразу же Циклон заказан. Нет, это два барака Рипера. Это не улын Риперами. Провал. А, Двумиху сейчас только что лук. Бьян здесь отобьется. Понятно становится сейчас. Как Циклон выйдет, сразу же Бьян отобьется. Еще одного Рипера Минуснул. Спасибо, я цело. Короче, для Гумиху фейл это было. Строится Фактан дома. Ну, Старкорд хуже, чем Бьян. Все хуже, чем Бьян. Я думаю, что Бьян выиграет эту игру спокойно. Доведет до конца. Странно, что Бьян не хочет Циклон еще одного строить. Потому что мы можем медивак заказать и дропнуть два Циклона. Вообще жестко зайдет. Так, вторую Цеху собирается бьянствовать. Проверил я, как Бьян. Прокси уже нет. Три Рипера, два Гелика и Циклон. Такая армия сейчас у Бьяна есть. Вперед он не спешит. Либератор плюс он появляется еще здесь. А вот с Либератором уже непонятно, что будем делать. Здесь тоже Либератор. Так, прилетает Либератор. Бьян тут заопиливает гранатчик под Циклонов. Рипера еще и Циклонов выпилили, что самое интересное. Нормально Бьян здесь Гумиху дамага наносит. Один Рипер Гумиху стоит. Вообще ничего не делает. Не знаю почему. Циклон обоссал просто сейчас только что Викинга. Либератор прям на Мэне. Рипера еще одного Циклона уничтожил просто сейчас. Заходит Марик, Марик. Минусует Циклона, конечно, но это ГГ. Слишком много дэмэджа Бьян нанес. Вот так вот. Риперы не зашли от Гумиху. Хотел халявной прогулки. Халявной победы. Не получится, говорит Бьян, братишка. Не получится. Риперы не зашли от Гумиху. Прыгаю в игру. Да, они дрочатся что ли? Все нормально. Я уж думал не успел. Риперы не зашли от Гумиху. Я уж думал не успел. Я не успел дать Викинга. Риперы не зашли от Гумиху. Риперы не зашли от Гумиху. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Так, циклончик готов, отлично. Здесь тоже циклончики, марика, один медивак заказан, выходят первые два марика сейчас. Поехал бьяно циклон куда-то. Минка гату, так марики минки будут дроп на мейн в ближайшее время. Максилнаги циклон бьяно прогоняет рипера гумихо. Вот этот боец. Это опасный юнит. Так, ну гумиху раньше вылетает дроп, и гумиху больше лимита почему-то вообще, как-то у гумиху всего побольше, что самое интересное. Бьян тоже полетел, сейчас даже пересекутся они дропчиками своими. Замечая бьян, что гумиху ближе, это говорит о том, что надо возвращаться, потому что ну а смысл лететь, если тебя раньше сейчас начнут унижать просто здесь на мэне. Так, по ксм-ке циклон жахнул, то есть только сплэшем. Минка, точнее, жахнула по ксм-ке, то есть только сплэшем циклона задела. А если бы гумиху сконтролил сам циклон, то минка бы основным дэмэджем ударила, можно было бы его дохокусить мариками резко, к примеру. Жёстко циклон поливает мариков сейчас, гумиху дропает с на мэна, здесь викинг уже есть. Бах! Ой, как больно было. Он шёл в марик, но ксм-ка запилит его. И сразу же инженерку заказывать прикольно получилось. Минка так минус нула, не девак. В это время гумиху заходит на вторую базу. Проблемы у бьяна определённые наблюдаются, но парабам, в принципе, бьян в плюсе уже на пару ксм. К гумиху третья цешечка с другой стороны пошла. У гумиху лаба на факте, добавляется ещё два барака, но стим будет очень поздний по сравнению с бьяном. В особенности, смотрите, гумиху только бараки добавляет, чтобы делать... А, вот он сейчас, возможно, с фактой местами поменяется или нет? Нет, не меняется. То есть, у бьяна уже стим будет готов, а у гумиху только заказан он будет примерно. Пытался бьян посадить викинга, нет, его сбили и стрипки втроём гумиху. 43-45, парабам, в сэхе третьей у бьяна нет. Ну, бьян, возможно, какой-то тайминг. Танки плюс марики стим будет пытаться поймать. По пять мариков он строит, это много реально. Гумиха и директор wearing the mask Рафиэлли Танки плюс марики Гумиха и аппетита Гумиха и директор Так, там депунчики ещё пошли, я смотрю, на второй базе. Три барака, а вот тут Бьян вперёд идёт. Гумиху тут два циклона рипер, на ксиллайке кидает гранатку, по танчику попал гранаткой, десятка дэморжа влетела, сейчас стим через несколько секунд будет готов, у Гумиху уж третий цеха добываюсь, если Бьян сейчас Гумиху ничего не сделает, то хорошего Бьяна там дальше не ждёт. Странно, что Бьян сейчас не попытался танки Гумиху откопать, мне показалось, что он будет это делать, но он что-то не стал этого делать, очень странно. Сейчас можно было, знаете, что Бьяну сделать? Танки в медивак всадить на бусте и сюда привезти, и мариками на стиме сюда прибежать, позицию занять очень быстро здесь попытаться. Ну, в общем-то и так Бьян Гумиху прогоняет с добычей отсюда, в это время двойной дроп прямо на мейн залетает, и кажется, что это победа Бьяна уже, потому что... Ой-ой-ой, стим отменяется, щиты отменяются, просто без грейдов бьет у Гумиху остается, какой фейл вообще. Заходят марики, вот такой куча их там Бьян громит по танку, как кью-сплэша заходит, жесть вообще. Так, здесь два танка всего осталось у Гумиху, Бьян. Загружается моментальная реакция, залетает мариками прямо на танки и ГГ, Гумич пишет. Бьян 2-1, вот это да, но это Бьян во всей красе. Лайв победил, отлично, ТВТ за ВЗ у нас будет. Так, секундочку. Алло. Здорово, Серег. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, SolarSoo первый, говорит, будет. Вардос. Субтитры создавал DimaTorzok Да, трейл, согласен. И руки из правильного места еще у Бьяна растут, надо отметить. Он увидел, что танки без прикрытия, сразу загрузился просто за какие-то доли секунды реально. Чик понял, среагировал, полетел. Так, субтитры создавал DimaTorzok Так, сусор сейчас будет. Так, субтитры создавал DimaTorzok Так, сусор не пришли, что ли, варди другой начинать. матч судя по всему первым будет прыгаю в игру сразу же поехали начинает с первой игре ну финал точно твз будет б5 по любому кто это будет только элайф или бьян и су или solar в другой игре сделал по-громчему зончик надо отойти подотлить мне секунду и и и и и и и СССР готов! 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 Пристройка завершена. СССР готов! Какой сервер! Естественно, корейский сервер. Корейцы же играют друг с другом. Поехали, ребят! СССР готов! Так, три минуты уже игра идет. Прогоняет Бьян своим рипером рипера и Лайва сейчас. Достаточно легко. Вот тут минка есть. Ой, рипер в опасности минус рипер. Развел и Лайв Бьяну на рипера сейчас. У обоих ЦССшки. Так, циклоны делаются, строится медивак. Циклончик летит на Ксилнагу Бьяна сейчас. Лайв залетает на Ксилнаге. И теряет рипера благополучно. У циклона армор изначально есть. Да, есть один армор у циклона. С минка четыре марика от Лайва летят вперед. Зачем они летят через циклоны, через Ксилнагу? Еще понятия не имею. Бьян увел циклона, кстати, показал, что типа не видит, а на самом деле все видел. Здорово, RGTT. Нет, конечно, уже не запись. Хорош, Бьян. Медивак в фокусе, Бьянчик. Что же ты делаешь? Медивак не смог зафокусить. Как он налучил? Ну, легко Бьян принял дробь, в принципе. Пытается викингам перехватить медивак и как раз срезал. Красавец. Бьян просто понял, как и Лайв будет улетать. Яра поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает. Понми, ты любишь Ревыча. Здорово, Яра. Кто же Ревыча не любит? Кто же Ревыча не любит? Спасибо тебе за поддержку. Ревыч, конечно, косячил много. За все время. Пристройка завершена. Но больше всего я люблю, когда Ревыч побеждает, разваливает. Поэтому ждем от него новых побед, тренировок, стримов и так далее. Даже люди в Каарео не стримил, спрашивали, где же Ревчик? Где же Ревчик? Приходили, говорю, я не знаю, ребята. Где же Ревчик? Вот. Так что, конечно, ответ да. Спасибо тебе за поддержку. Бараков плюс две штучки. Ну и без Пригаров Ревчика тоже, наверное, Ревчик был не Ревчиком. Так, видимо, Бьян ждет сейчас два медивака и полетит дроп тройной уже вперед, что ли. Я даже не знаю, что Бьян ждет. Ну, два танка неспроста здесь сидят. Может, даже три танка он засадит. 98 минус 3, полиамиду близко едут друг к другу. Здесь плюс два бараков, уже добавилось пять бараков. Сейчас заработает. У Бьяна пока только три будет. Да, тройной дроп полетел. Бегомар! 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 Так, облетает через вторую базу. На секундочку буквально заметила Лайв этот дроп тройной. И встречает он его. Так, выезжает Циклон. Ё-моё, Бьян, улетай скорее. Как же Бьян резко все это делает, блин. Прямо улетел. Но был бы Стима у Лайва, Бьян бы не улетел. Хорошо, что Стима не было. Так, по земле тут еще юниты от Бьяна идут. Сканит. Он видит, что Лайва здесь нету. А Лайв дроп четыре медивака хочет провернуть к Бьяну. На мейн похоже. Похоже. Сможет ли он провернуть? Так, заходит Бьян через центр к Лайву. Щиты делаются у Бьяны чуть пораньше. Танчик плюс марики здесь на рампе. Не надо Бьяну врываться ни в коем случае. Это похоже на то, что... Похоже на то, что это один ноль и Лайв вообще. Хотя как марики разлетелись жестко сейчас. Это что-то с чем-то было. Так, не, Бьян по чуть-чуть, но отбивает Мейн свою. Но Лайв крит дэмэдж нанес. 20 пробок уничтожено. Разработка завершена. Не надо оскорбления писать себе. Так, Лайв приходит на третью Бьяну. Здесь четыре. Так, девять. Минус КСМ еще Бьяну. 76, 116. Лайв идет уже дожимать, насколько я понимаю. В общем, и Лайв с двух бас играл. То есть он Бьяна просто развел его вообще в хлам. Так, СМ уходят отсюда. И не понял, Лайв что бегает-то? Он дроп от собой? Или что он собирается? В лоб атаковать? Не знаю. Загрузись отсюда, дропнись на мэм. Я не знаю. Зайди в лоб, убей. Так, сканет и Лайв видит, где Бьян находится. Опа, хорошо, Бьян, встречайтесь. Не получилось, а вы долго думаешь. Перехвалю Реву. Реву невозможно перехвалить. Вот. Он все равно чемпион, он всех разваливает. Так что тут без шансовка его. Так, небольшую группку Бьян на мэне юнитов вставил. Пробивает Лайв камни тут уже Бьяну. Потом что-то передумал, просто на ХГ зашел. Так, сидятся танчики. Раскладываются два либератора. Пошел замес. Наламывается. Лайв это минус Бьян, ГГ. Что-то и Лайв жесток сегодня, а? Ну, с Гумиху так же с поражения начиналось. Начиналось в серии. Так что, ХЗ. Пошел замес. ХЗ. Пошел замес. Не хотите. Пошел замес. Пошел замес. Не будете замес. Немного. Не будем замесать лампу. Не раз. Сейчас. На мэмпу. Тааа. Ну, давайте. Продолжение следует... 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 А вот сейчас, кстати, мейн открыт был Можно было из ксилнаги резко загрузиться Например, попытаться успеть дропнуться Так, ну Бьян сравнивает счет, ребятки Сейчас третье решающее будет Смотрите, здесь уже Лайва У Лайва крайне печальная ситуация Складывается в игре В общем, на мейне Бьян спокойно отбивается Осталось здесь комариков Ну, выбит с приростом в следующем Так, танчик выходит Танчик развалится сейчас Надеюсь, с СССР пьянулись тоже ГГ, 1-1 Третья нужна нам, решающая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, секунду, Даша, мне греть Что можно и бомжар не убрать сзади Надо, да, убрать эту тему Секундочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Tecmo Субтитры сделал DimaTorzok Все, я здесь 1-1, ребятки Ну, Бьян в финале Это всегда хорошо, если Ну и Элайв сойдет Если Бьяна убивает Почему бы нету Элайва Так, очень ранний газ был Во-первых Газбарак Во-вторых, второй газ сверхранник Это у него тоже Улучшение завершено Режим готов Режим готов Режим готов Смерть на пороге Так Смотрите-ка, что произошло Рипер Элайва оказался Сильнее Рипера Бьяна Вот уже здесь два рипера Ай-яй-яй, как сейчас еще Лак какой-то был нелепый Ну, с циклоном Бьян здесь это обьется изи просто Одного рипера Забрал даже Лайва На начало не очень-то в пользу Бьяна Получается было, потому что А, так у Лайва, погодите У Лайва нету Цецехи, а у Бьяна Цецеха, вот в чем дело То есть и Лайв какую-то здесь агрессию Сверх играет, просто жесткую Так, что-то там было Только что уничтожено, еще одну КСМ Рипера Лайв подрезал Бьян Рипера обложил сейчас Мариками, спецоперация проводится Вот Ладно, разбаним его дурачка Не буду выпиливать Наши КСМ Атакованы КСМ готов Пролетело Банша Пару КСМ Еще Бьяну забрал Сейчас Лайв У Бьяна зато плюс один У Бьяна зато Скоро Стим будет заказан Я так понимаю Да я пошут Пару своих понял Сам или просто Херню написал Вот и все Поэтому я И отманил Пошу прощения Так Безет готов База Атакована Не повезло Бьяну за За один скан Баншу не принял Зато вторую На халяву Мариками Убил Это тоже Банша Особо ничего не сделала Короче Бьян нормально Отбился Даже в плюсе остался applause Битта Бьян же чемпион Близкона, а ты сомневаешься, что Бьян чемпион Близкона? Вообще-то да, Бьян победитель Близкона. Так, минус Марик. Банша все еще залетает, все еще подрезает юнитов. Ну как-то лайф ждет и нормально он ждет Бьяна как бы. Бьян один танчик вывел. Вот если бы вот этот танк выжил, было бы получше. Ну сейчас у Бьяна... Не, он решил, что не будет ломиться туда. Так, здесь Банша пролетает. Надо ее минуснуть, сейчас будет просто. Банша минус. Ну заставил скан потратить еще один Бьяна. Элайф, ну он моментально среагировал, правда просканил и Баншу минуснул. Так, прямо на вторую базу к Элайфу Бьян летит сейчас. Элайф на голову Бьяну дропает своих Мариков сейчас в ответку. Бьян рассидживает танчик, пытается улететь. Улетел, но... Честно говоря, Элайф его развалил. Боевого у Элайфа больше намного лимит становится теперь благодаря этому. Ай, Бьян, что ты творишь, а? Пять Мариков на ровном месте слил еще. Ну, у Бьяна зато экономика сильнее. Но держит ли он Элайфа вообще в лоб сейчас удар вот этот вот? Я вот что-то не уверен. Подходит танк, плюс еще Марики. Бьян идет вперед, пытается принять бой выгодной для себя позиции. Танк забери, танк забери. Забирает Бьян танк, уходит чудом на ХГ. Здесь с Элайфу третью Элайф скорее всего Бьяну отменят. Не скорее всего, а отменят. Бьян сразу же на мейне ее строит, понимая, что на лоу-граунде уже ему там ничего не светит. Так, здесь залп от Элайфа. Это минус Бьян, ребята. У Элайфа щиты у Бьяна нет. И что-то у Бьяна все плохо. Хотя, нет, смотрите, танк здесь навалил с ХГ дэмэджа нормально. Поспешил я Бьяна похоронить. Бьян живет еще пока. Подрезал Бьяна один танчик Элайфу, но другой-то выжил. В итоге Элайф продолжает кушать Бьяна. 50-35 парабам. Рабочек у Бьяна больше, но боевой лимит меньше. Минус танчик еще с ХГ. Там Бьян танк один наваливает дэмон. Здесь два медивака стоят таким образом, что... Так, еще один танк пытается подрезать Бьяну. Ну, подрезал вроде как танк, но... Бьян стимится и идет вниз отбиваться. Брейдил Бьяна 1-1 против 1-0 Альайфовский. Неужели Элайф задавит? Бьяна похоже, что да, задавит. Пошла атака. 32-55 по боевому пользу Лаева. Опять танчик рассиджил Бьяна. Опять Элайф его с фокусом. Ну, здесь-то можно было бы вычинить танк. Два либератора еще прилетают. Короче, вообще беда у Бьяна. Ему придет сейчас ломиться вперед, чтобы ЦЦ свою сохранить. ЦЦ ему свою никак не сохранить. Чинить там свою ЦЦ Фу Бьяну. Надолго ли хватит этого всего? Думаю, что не очень надолго. Здесь три танка. Два либерка. Короче, Бьян ничего здесь вообще не убил. 40 на 84. Элайф в финале, ребятки. Вот так вот. Элайф сейчас что-то разошелся. Ну что, минус на Убьяна Элайф сейчас. Будет в финале Элайф с кем-то биться. Вот так вот. Су-Солар ЗВЗ ждем. Определиться победителем и... Определиться победителем. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, тут прибегает, начинает выпиливать просто хату Солору. Солор берет дронов в попытке отбить эту хату. Лингов 8, конечно, есть в заказе. Так, пришли дроны до лингов сюда. Нормально су их, надемиджил за это. И даже одного забирает. И сейчас Байлинг Нест доделается, пойдет Байлинг Баст уже от су стопудово. Первых два Байлинга пилят сейчас у нас су. Еще Байлинг пошел. Третий сейчас. Подходит линги с мейна там. Группами по два, потому что личинка новая появляется. Линги заказываются. Два линга в итоге появляются. И все это двигается вперед в итоге. Ну а и более крупные группы, чем два линга, это когда из инъекций четыре личинки вылупляются, как бы начинается движух. Так, здесь два линга погибли. Можно одного-то было и отвезти сейчас. Так, развел фурсуллеры, вы видели сами все. Ну что, что-то. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Солдер тоже роуч форум построил. Ну, су больше роучей будет сейчас. Ой, как сейчас су прогорел. Это жесть просто. Потерял все на ровном месте. Все потерял вообще. Как так он ворвался неаккуратно в бейнов, я вообще не понял. Ну, построились роучи, пойдет су в пуш, интересно. Думаю, что должен идти он в пуш, как бы, но... Будет ли он успешным, вот это уже у меня сомнение. По этому поводу появляются. Так, здесь су отбивает лингов, которые забегали к нему. 47 рабочий соло, 39 су, соло больше рабочий. Мне кажется, что, учитывая продакшн соло, он здесь должен отбиваться, как бы, учитывая, что экономика у него посильнее. Но су заказывает леер. То есть, видимо, он сейчас отступит, если увидеть, что здесь пуш не задается, как бы, не удается. Ну, это пусть пока удается, даже я бы сказал. Вот, знаете, пришел су, ну, халяву тут Солару наносит, да, ну, уже порядочно. Фаерболы падают на ручьи, линги принимают бой на фаерболе, и Солару, да, внутрь фаерболит су. Ну, в итоге су не проблевает Солара, тут от фаерболов он уворачивается, Солар отбивается, но у су больше ресурсов, и су выпиливает хату Солару сейчас, самое главное, третью. То есть Солару нужно контратаковать обязательно, чтобы ситуация хотя бы сравнялась. Пытаются линги реводжера окружить ручьи. Ручей двух штучек. Ну, су отступает назад, отобьются ли су с приростом, так же, как Солар отбился с приростом, получается. Это вопрос. Восемь ровущий строится. Бой лимит близок, конечно. Все-таки Солара больше значительно пока что. Плюс нету атаки ни у того, ни у того. То есть линги очень хорошо в танковую здесь. Фаерболы падают, накрываются там реводжер. Если Солар, что суточные юниты в культу очень жесткие, вынужден он был дронов выводить для обороны. Так, Фаербол чуть-чуть по реводжеру попадает. Ситуация складывается интересная такая. За Фаерболил реводжера сейчас Солар, су, еще один реводжер добавляется. И вот, меняет Солар в итоге. 788 битов вообще равная идет. Но если Сол отобьется, у него-то третья хата есть. Солар тоже, правда, установил третью. Обратите внимание. И вот эти линги перевернут в ход боя этого, кстати говоря. Реводжеров много. У Солара прям напоявлялось. Сделал бы сумму проучим, хотя бы было бы неплохо. Но он не делает муву роучим. Дронов с мэна надо бы перевести. Солар уже перевел дронов с мэна на третью. В общем, за счет этого Солар в экономике выиграет. Перевода более раннего. Ничего долгое время. Ну, хотя здесь добыча сохранялась, да, как бы, получается. На мусу плюс один эмук пошел. У Солара лейр отсутствует. Уже тут очень важный момент. Но Солар не собирается отсиживаться. Солар собирается улынить, продолжать наламываться. Продолжение следует... Прошел замес. Не дождался Сусу ни грейда. Плюс один. Но мув зато. Есть Сусу, конечно, здесь. Еще Солара дофига. Лимит очень, как-то, я вам скажу. Фаербул очень сильно решает. Дронов берет Су. Еще дронов сейчас берет. Фаербулами отменяет реводжеров морфи-шиксов. Но нет, все равно не хватает. Даже с дронами Су не хватает. Здесь лимитер. И Солар умудрился втащить эту игру. По итогу. Хатка упала. В Рудлинге очень вовремя выпрыгивают. Такие сейчас покусаем вас. Не закусали, кстати, реводжера в Рудлинге. Ну, а это минус Су, ребятки. Это 1-1. Напряжные полуфиналы у нас выдали. Не в сухую оба прошли. Так, линги подтягивают сейчас Соларовские сюда. И будет продолжаться пуш на хайграунд. Солар добьется. Су, это очевидный момент, да, абсолютно. Что-то дрончик или что это, откуда это, что это. Чья это, хата-то вообще. А, это Су, да, дрон берет сверху. Но он заметил, что здесь Солар рядом находится. И продолжать будет Солар ломиться. Здесь роуч на плюс 1. Но боевой лимит слишком маленький, конечно. Солар ломиться. Минус дрончик. Ну, Солар контролит игру эту. 122, 79. Су почему-то не сдается. Он рассчитывает на свой плюс 1. Видимо, мув я не знаю. Солара есть эволюшн. Он плюс 1 также заказывает. Ну, Су плюс 2 не заказано. Ни хрена не заказано по лимиту, по боевому. Провалище полное. Ничего уже, наверное, не сделать будет, скорее всего. Здесь, товарищу Су. Так, третий хаттс доделывается. Фу. Хаттс доделывается. 113 на 166. Ну, посмотрите, боевые лимиты. 130 на 50 плюс Солара боевого. Сейчас плюс 1 через несколько секунд уже доделается. Через пятнашечку, да, там. И мук сейчас доделается. И Солар пойдет убивать, скорее всего. Бегает взад-вперед пока что. Мут выдвигается вперед Солар. Чуть-чуть можно даже подоздалить. Начались с Фаербула. Ему все, что нужно Солару, разделить и группу отсюда завести. Как бы с двух направлений. Зачем он ломится вот с теми. Так-то, я не знаю. Неплохо так, Фаербула пазает. Солару вперед. 140 на 90 по лимитам. 1-1. Что же, неплохо. 3-я решающая, а потом финал. Еще, помните об этом. 3-я решающая, а потом финал. Уделяем. 2-я решающая, а потом финал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, ребят, все на секунду, что-то подзовись, я подоотвлекся. Даша не отписала. Даша не отписала DimaTorzok Слышу я, как королева Субтитры сделал DimaTorzok Даша не отписала DimaTorzok Даша не отписала DimaTorzok Так, ну минус линк. Даша не отписала DimaTorzok 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 Линги все новое-новое-новое дотекает Дронов начинает выпиливать там Суву уже, Солару. Дрончики падают, королева там на рампе, на халде стоят, в общем-то, дроны, насколько я вижу. Вниз линги спускаются, роучи выпиливаются, королеву надо довыпилить. И еще один роуч подошел сейчас, надо тоже его выпилить. Линги дотекают. Реваджера пытается Солар запилить, Реваджера вроде как запилил, усу треть хатка делается. Ну Солар здесь отобьется, еле-еле, но отобьется. Как еле-еле, в рабом, кстати говоря, в рове не осталось. Тут еще непонятно, кто в плюсе остался. Так, линги все больше. Больше Солар, кстати, вынужден был плюс один отменить, самое интересное. А вот суд армор-то доделал. Бегает суд, суд тут все контролит. Плюс один пошел, кстати говоря, роучи один-один скоро будут уже. Роучи реально много усу. Все это выдвигается, хозяйство вперед. Еще семь сейчас роучи достроятся, кстати говоря. Еще линги будут заказаны. То есть и линги сильнее, и усу с армором. То есть их даже бэйны бы нормально не законтрили, получается бы. Ну бэйны бы помогли, но бэйнов здесь нет. То есть линги будут лингов перегрызать. Еще плюсы атакой еще будет в ближайшем будущем. Идет прессинг, судя по всему возьмет эту игру. У меня такое ощущение складывается, что его многовато. Солар правда очень грамотно катит на рампе здесь. Идет прессинг. Так, 4 на... 60. Хорошая. Ситуация для Су минус 0. Но это было уже и понятно в конце замес. Всё, финал. Элайф против Су. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Шесть Dia несколько рег Willie Почему они отдаются на непонятно даже Вообще просто лайф ножок здесь жестко лингов вообще Медивак залетает. На мейн, видимо, полетит. Кстати, на мейн это правильное решение. Летит. Здесь две королевы есть с энергией. Медивака минус. Прилбатов гонят королеву, а лингами встретить их. Даже лингами не будут встречать. Один линг дернулся и сразу погорел. Серьезно. Смотрите, какой пуш идет здесь жесткий. Масс холбаты. Три циклона. Все это идет вперед. Королев, конечно, много энергии, но им никто не поможет. Линги вообще будут все уничтожены моментально. Потому что такое количество циклонов, ну, этих холбатов, оно просто развалит все в хлам. Лайк заходит уже за Су наверх прямо. Прямо на мейн циклона выпиливают. Холбаты танчат очень жестко. Трансфюзы, конечно, заходят, но не хватает здесь зергуксеру юнитов. Это очевидный момент. Потери просто уже... Хотя нет, смотрите. Терран тоже натерял. Так, и на третьей тут уже холбаты прилетели. А, медивак прилетел, холбаты приехали. Наверное, еще 4 гелика едет. Что делает-то я не понял, Лайк? Ну, а, ну он решил, что вот так вот. Дед здесь Либерат прилетел, 15 дронов, 16 убит, ГГС убит. Смотрите-ка просто, что творит. Прямо холбат циклонами просто все изобрел. Смотрите-ка. 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 Продолжение следует... Нет, квиксинки никакие не юзаю. Так, здесь барак-реактор-факторка пошла у Лайва. Интересно, что в факторке будет заказано, просто Старпорт будет делать. Через Рипера все это чудеса происходят. Четыре маленьких бункер... Тут Лэйр, смотрите, к усу. Лэйр очень ранний, но Роуч Ворона не видно никакого. То есть это не Нидус будет, соответственно, скорее всего. Значит, это будет... Значит, это будет шпиль быстрый. Где же шпиль тогда? Я почему-то его не наблюдаю. 9 дронов все заказано. Да, вот пошел шпиль. 38-30 парабам. Здесь Викинг овера минуснет сейчас. И полетит порог. Пытаться минусовать еще кого-нибудь. Вот су молодец. Смотрите, многие зерги вообще видят, что там Викинг или Феникс, например, шатают оверов. И как лунтики висят продолжают. Ими где-нибудь вот здесь вот, да? Су не лунтик. Су сразу же отводят. Здорово, Батл Матч. Давно тебя не видно. Так, третьей хатки не наблюдается. И все, овером Крипас эти Су разливает. Вот она и третья пошла. Ну, где-то 7 Маталицков с утра уже заказывает. Так, ну, в этот раз Тим. Инженерки две есть, но туреток ровно ноль вообще. Туреток ровно... Сейчас тут пошли три туретки. Хорошо, кстати. Ну, единственное, вот это с краю... А вот это направление еще не надо прикрывать, что ли? Или Су... Это Лайв думает, что Су туда никак не пролетит. Четыре даже туретки строятся. Ну, правильно, пусть здесь тоже будет на ЦЦ их туретка. И танчик заодно прикроют. Здесь залетает муска. Тайминг туреток идеальный был вообще, фактически. Минки может здесь вот на краешке, да, копать. Ну, начинаешь садить, вот смотрите, уязвимое место. Инженерочка подставляется. Нельзя дать ее уничтожить. КСМ-ок для вычинки бери. Две берет. Сейчас в итоге Лайв двумя вычинивает КСМ-ками инженерку. Все правильно сделал, как говорится. Не надо давать ее на демо ржать, потому что в следующий раз и выбить могут. А терять грейды, пусть даже первое, это очень плохо. Особенно плохо, конечно, там 2-2 или 3-3 на такой стадии грейды потерять. Потому что невероятное количество времени делается. Это очень сильно назад откидывает в развитие. Так, полетала мутка. Пролетает мутка, в общем, попытался СУ найти. Либератора не найти, он улетел уже домой. Четвертая хата уже пошла у СУ. 67-57, барабам. Здесь 3-й цсрщик, КСМ-ки мимо, посмотрите, они стоят. Вот сейчас Лайв заметил, наконец-то, молодец, направил. Вот. На добычу их. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что же. Лайв приходит, начинается битва. Отступает назад, бейлинги жестко очень катаются. Что-то мутки, ё-моё, 18 муталисков. Уже УСУ. Лайв пытается улететь, но он тупо не успевает. Здесь сейчас вот будет пуст, но мутка на хвате. Сидит у медивак. Так, заходят марики. Бейлингов минус 0, часть. Но один смог докатиться в итоге у мариков. Здесь печаль, беда. Очень много дэмэнджа, бейлинг нанёс. Часть мариков вообще погибла. И с 18 этими муталисками СУ просто выпиливает. И Лайва, по-моему, это 1-1 вообще уже. Что-то улетчика упала. Мутка линги здесь выйдет. Перед на бейлингов парочку сделать, наверное. Ещё 8 муталисков аж целых стоит СУ. 20 есть, 4 еще будет. 24 мутки будет, жесть вообще. Мутка на плюс 1. Так, линги забегают на лонграунд. Сейчас бейлинги ещё будут. Так, минга делает залп. Много новых минок здесь накопалось. Линги проходят. Так, бейлинги взрывают очень неплохо. Сейчас часть минок 140 на 70. СУ вообще жёсткая, да? Разобрался с Лайвом просто, если честно. Он его разворотил просто. ГГ, 1-1. Третью рудем. Продолжение следует... 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 Бах, хорошо, жахнули, прикиньте Муталиски на 40 хп ушли Если третья минка жахнула То эти муталиски могли бы Вообще не уйти бы тогда Словил тут мутал, не слабый С 33-160, тем не менее Усу-3 больше лимита Здесь камни пробиваются Так, пытался, пытался Лайф подловить мутку, не подловил Усу уже четвертая на 12 Хат, 71 дрон Боевого на десяточек, а то и на 15 лимита больше 2-2, вторая атака на муту Раньше, чем 2-2, кстати, доделает сейчас Короче, Су играю, а через вообще масс Муту жестко, жесткий масс Здесь уже две туречки Здесь уже две туречки А так, кто с руками и видит эту штучку, может успеть вылететь, например Ну и переконтролить Может, с кем плачется что-то здесь Всеми и лайф У меди вагов много Энергии у них много Все быстро вылечиваются Виктор и лайф пока пассивно действует Но он хочет 200 А, он 200 хочет И минком закопка еще Идет 125 у минки дамаг Плюс сплэшем с ракет Плюс по полям Плюс 35 еще То есть по процессам По 160 бомбят минки И сплэшем еще плюс 40 Посчитаем Оказывается 80 дамажа Сплэшем Наносит минка по процессам Это вообще жестко Может ли минка закопаться Прямо в опущенный соплай Хороший вопрос По-моему, может закопаться Но не буду утверждать, что так Нормальный чел Срывок укуснет А может и нельзя Так, ну су 9 часов поставил И лайф летит С цехой На 6 сейчас Посмотрите Такая макро Прям движуха намечается Здесь сможет ли лайф Все этот микс свой Тяжелейший Законтролить Вопрос Торы будут сейчас С армором уже 3-3 на био Доделается И крип отсюда взялся Один крип Тумор А он отсюда Прям так далеко Пульнул Что ли Лайф Точнее су Я даже не понял Этого момента Если честно Побольше бы Его вылаивать Из-за того Что у зерга Рабочих Стандартно Побольше Но если там Торов добавлять Много можно было бы И второй Вармор Запилить Чтобы брейды Делать Прошел замес Ой, как Беллингов Зарвал Минками Сейчас Элайф Расковырял Вообще Все В мясо Торы Торы Хоть и погибли Но функцию Свои выполнили Они затанчили Для этого То они и нужны Нужно бы КСМ К пару выводить Может в таких выходах Чтоб Тора Вылечивало Нормально Здесь Так Тор выдает Сплэшем По муталискам Но у муталисков Армор есть И Торам бы Атака не помешала Сделать На самом деле Идет вперед Тор 25 Он лезет Так Катуна 12 Лайф Супробревает Отступает Минучка назад Грудлинги Тора Звезли Грудлинги Сраные Сгрызли Тора Ну что за дела Вообще Не может Минка Вкопаться В депор А линк А линк Тоже значит Не может Я думаю Туда Вкопаться Как и Чарлик В диван Ну как Спать Ложиться Подкапывает Так 124 1398 Очень жестко Такой замес Здесь идет Минка Не среагировала А линков Ну очень много Вперед двигалось Там Так Здесь минки Гудут стрелять Пока минки Никуда не стреляют Заходят Лайв Стим Пошел Беллинги Подходит Вперед Сплит Присутствует Здесь Учту Зерга в этот раз Больше Чем предыдущими Такое ощущение Беллинги Заходит Мариков Часть Доходит Короче Минусы Лайв Похоже Это как-то Он здесь Наотдавался По-моему Слишком жестко Вот где Вот что он Сюда лез Сюда Полгода Шел Там Торов Ждал Еще каких-то Юнитов А сюда Приперся Просто Без Торов Без всего Затанчить Нечем Одно Био Голое 8x4 114 Полиамид Усу Идет В попытке 3 часа Сбрить Но Сбрить Или нет Хорош Так С ультралами Су Идет Третья Атака На мутку 3-3 Грейды На Милишные Доделываются Сейчас Усу Так Здесь Что-то Минки Бомбят Хорошо Сейчас 8 Бэйна По-моему Минка Минус Но Су 197 154 Продакшн Конечно же Улаева Гигантский Но Хватит Ли Его Чтобы Зерга Сдержать Я Учет Не Уверен Так Марики Назад Мародеры Торы Танкуют Сейчас Против Ультры Особо Не Потанкуешь На самом Деле Надо Оступать Назад 118 На 74 Причем У Зерга Нету Заказ Ничего Весь Боевой Лимит Получается На поле Боя Вообще Тут Ультралы Конечно Очень Жесткие Сила Против Того Что Есть У Элаева Отступают Домой Сейчас Ультралы На третью Заходят Несколько Штук У 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 Будет Время Сейчас От Майсиса Это Шанс Для Него Если Время Не Будет То Шанс Тоже Не Будет Скорее Все Так У 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 Лайф Идет Да Тут Не Отбить У Ничего Не Не Надо Отдаваться Идти Да Копись Ты Блин Попытайся 200 Скопить Куда Лезет Идет Куда Лезет Идет Ну Одного У У Забрал Полудохлого Гост Академия Есть Уже Давным Давно Он ее Добавлял Из-за Того Что Вот Тогда Прогорел И Гастов Не Настроил Сейчас В Штук 9 100 Лимит Боевой Одинаков Почти При этом У Лайф Самое Интересное 150 Лимит Ему Немножечко Пожить Здесь И Вообще У него Хороший Боевой Станет Лимит Так Здесь Надо Отступить Отступает Лайф Ультралы Идут Вперед Тут Ультралы Жестко Танчат Конечно Здесь Танкуют Вообще Они На Славу Но Лайф Пока Держится Причем Боевой Почти Равный Зергом Становится Решил Сук Красненьких Юнитов Забрать Не Братан Так Просто Не Забрать Лайф Все Разбирает Клам По Муталискам Хватит Здесь Дамага Нинки По своему Био Попадают 111 На 170 По Лимиту Не В пользу Лайва Марики Выход Помутки Марики Просто Наваливают Дэмэджи Нормально 80 На 150 Но Ультралы Подходит У Лай У Большой Дозаказ Сейчас Дома Там Попер У 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 К У У У У жахнуло. Три мародёра. Но не успеют они хатку отменить. Это тут уже в пути бригада уничтожения. Так, ну тут в крайнем левом углу выпилил Лайв, кстати, базу. Самое интересное, 100 лимит на 160. Так, и 4 мула добывают. Ну, боевую у Лайва относительно неплохую. Но, я не понимаю, на такой стадии у Лайва на такой стадии у Лайва всего один Старфорд. То есть у него по 2 мидивака всё строится. У него катастрофически мидиваков не хватает. Ему бы просто по 4 штучки бы хотя бы... Ну, не хотя бы, а по 4 строить бы. Больше-то уже, наверное, и не надо. Принимает тут здесь мидивак. 180-80 по лимиту ЦСФ. А здесь горит. Скоро догорит. Это точка в этой игре. Казалось, что Лайв там держался. Мог ещё перевернуть, чтобы попытаться, но ничего. В итоге он не перевернул. Это ГГ. Это 3-1 в пользу Су. И Су победитель в Ардивикле номер 2. Так, ну что, стоп-старт и возвращаюсь я без задержки к вам сейчас очень скоро. в Аддивика. И до готовы. Продолжение следует...